вас приветствует компания астропров хотели бы рассказать о выполненной работе выполнена работа у нас в этом огромном красивом доме здесь из интересного то что дом необычный он из клееного бруса и окна эти все ставились путем закрепления их уже в обсадочную коробку дома что такое обсадочное коробка absада существует для того чтобы во время того как дом садился при усадке это обсада была независимо от тех проемов которые но есть то есть в проеме стоит эта обсада и мы уже в обходу закрепляем окна и уже монтировать дом садится апсада не содержится остается не мест и во время того как дом строится садится апсада уже остается не месте и это позволяет делать так чтобы дом во время садки не давал никакого давления уже на остекление то есть если дом без обсады мы закрепим окна в проем без обсаду то есть дом когда сядет даст давление нажмет на наши изделия и изделия полупаются створки и стекла полупаются то есть он даст давление при которых окна уже эксплуатации их уже будет невозможно окна здесь у нас 70 профиля то есть ширина профиля окна 70 миллиметров что дает очень хорошую жесткость также все окна выполнены в ламинации то есть это наружная ламинация называется она темный дуб то есть дает ощущение того что окна как будто из дерева сделано тут везде три стекла три стекла дает очень хорошую шумоизоляцию и меньше тепла или холода во время того как летом или зимой отапливать помещение или кондиционер это или кондиционер ну холодит или отопление работает эти окна очень хорошо держит тепло за счет трех стекол и за счет того что у них еще есть специальное напыление и эти окна и стекла называется мультифункциональные это периметру окна везде если обратить внимание ну покажу по съемочке где вы увидите что пену не видно то есть пену мы закрываем специальным герметиком называется он из а он специально предназначен для наружных работ и закрывает эту пену то есть она защищает пену от дождя солнце но ветра и так далее то есть она такая чуть-чуть силиконовая резина основа но она очень хорошо себя показала очень много тестов было то есть она специально для этих целей за счет их стекол и мультифункциональности очень классно шумоизоляция то есть если мы закрыли окно то у нас очень тихо прям и даже птичек не слышно которые у нас в лесу тут живут изделиях выходы на балкон чтобы окна при выходе не шатались мы специально их делим и ставим между изделиями специальные усилители которые дают дополнительную жесткость то есть сейчас во время того как дверь закрывается проем и окна не ходит как вы это иногда замечаете даже у себя в квартирах когда вы закрывать окно она как желе трясется так что тут этого нет тут максимально жестко хоронены также 10 ливы и поставлены везде на на окна уже крепежи для москитных сеток то есть москитную сеточку можно спокойненько вставить убрать это уже второе окно точно такое же она без усилителей но что она без усилителей все равно за счет того что профиль очень широкий она очень хорошую дает жесткость и здесь также выполнен монтаж его такой же красивый отлив небольшой под отлива все пропенено промазано по периметру все сделано крепление для москитных сеток и из интересного что возможно вы обращали внимание что на ваших окнах есть такие пластмасс очки называется капельники и здесь вы их например не видите да которые потом отлетают от солнца через время здесь их не видите потому что эти капельники сделаны внутри профиля и водичка которая сюда заходит через резинку она заходит любом случае через первую резинку через вторую главное чтобы не заходило это водичка попадает сюда и выходит уже вот здесь специальные есть отверстие под эту водичку и то есть она сюда выходит по отливу уходит уже от окна так что вот так сделано везде это на всех современных окнах сделано сейчас так только на дверях уже на больших они могут уже быть внешними чтобы вы примерно понимали здесь есть подставочный профиль это такая планочка не который крепится уже ваш отлив и на балконах например дверях этого поставочника нет из-за этого ставится уже внешние капельнички чтобы водичка уходила например не в профиль уже из профиля уходила потому что если нету подставочника будет капельники внешне если есть подставочник то они обязательно подчеркиваю должны быть внутренние их не должно быть видно чтобы также красиво и какие мы сюда поставили двери тут у нас необычные они специальные входной группы чем отличается входная 1 1 группы то есть они например саконового профиля который там всем сантиметров а это дверь именно усиленная входная который шириной уже как как два профиля месте то есть тут большая ширина и дает больше жесткость то есть тут и армирование более выполнено уже другом варианте и более жесткая и хочу показать как работает много запорная дверь много запорная дверь работает например вот вы ее просто открыли чтобы ее закрыть и все закрылось по периметру например окон именно фурнитура чтоб сработала ручку нужно повернуть вверх и тогда при поворачивании ручки вверх вся фурнитура начинает запирать уже за ответные планки эту дверь и она уже закрыть чтобы ее закрыть нужно повернуть ручку вверх и повернуть ключик все она закрыта чтобы открыть нужно повернуть сначала ключик вниз потом можно подтянуть за ручку все и дверь ваша не будет никогда дуть и никаких продуваний